Водопады из камней, моря из мрамора. В Иркутске делают японский сад. Причем ландшафтные дизайнеры прибыли из страны восходящего солнца. Пока в России только два сада, созданных руками самих японцев. Во Владивостоке и Москве. Каким будет островок восточной культуры в Иркутске, увидела Анна Захарова. Знакомьтесь, доктор, для растений. Так в Японии называют ландшафтных дизайнеров. Господин Ямада, пожалуй, самый востребованный. И не только в стране восходящего солнца, но и в Америке и Англии. Ямада-сан 25 лет создает японские сады. Один час его работы стоит 600 долларов. Но в Иркутск приехал как волонтер, чтобы в ботаническом саду сделать японский. Особенность России и Иркутска в том, что здесь длинная и холодная зима. По отличие от Японии, где очень влажно, и есть возможность выразить красоту каждого сезона в парке. Но в этом случае мы создаем парк в тепличных условиях. Создают третий день. День господин Ямада приехал с командой студентов за работы с 9 утра и до 10 вечера. И лишь небольшой перерыв даже не на обед, на чай. Такими темпами закончат уже сегодня. С камнями пришлось повозиться. Мрамор, гравий и просто булыжники. Всего приготовили около 40 тонн. Гигантскую груду японцы отсортировали и оставили только 15 тонн. А вот японская флора в Иркутске – выбор невелик. Здесь будет использоваться со временем примерно около 10 видов растений японских различных. Ну и естественно хиросимские растения. Это растения, которые пережили ядерную бомбу, будут одним из центральных объектов. А сам сад – не просто место для медитации. У каждой фигуры своя философия. Вот эти глыбы символизируют Японию, ее горы и водопады. Здесь они из камней. Напротив Японии уже азиатский континент. А разделяет материки море из мрамора. А это так называемая зона Цукубай, где японцы омывают руки перед чайной церемонии. Вообще с этим местом связано очень много ритуалов. Так сначала омывают обязательно левую руку, потом правую руку, а потом левой рукой зачерпывают воду, чтобы прополоскать рот. Японцы воспринимают сад как живой организм. Сейчас, можно сказать, его рождение. А через год будет и расцвет, когда растения подрастут. Анна Захарова, Сергей Полянский. Новости по будням. В заключении выпуска...